Добрый день! Сегодня мы рассмотрим расчетные знаки номиналом 30-60 рублей 1919 года. Дата выпуска этих знаков 1919-1921 года. Мы также посмотрим, что в данных расчетных знаках одинаковым и посмотрим различия. Различие начинается, конечно, с размера данных банкнот. Расчетный знак 30 рублей имеет длину 85 мм. 60 рублей длина 92 мм. Здесь будет ширина 60 мм. От 30 рублей 54 мм. Данные купюры, выполненные на плотность на бумаге сероватого оттенка, имеют водяные знаки, повторяющиеся шестиконечные звезды, образованные темными и светлыми трелуговниками. Сейчас мы это посмотрим на свет, на данные знаки. И наши звездочки. Так, на тридцатке. Также видим соображение звездочек. Это были водяные знаки данных купюр. Данные купюры были введены в 1919 году, использовались в качестве официального средства платежа до 1 июля 1922 года, обменивались до 1 ноября. Выпускались данные расчетные знаки в листах по 10 штук, 2 в ширину и 5 в длину. Даты на данных купюрах в полкнутах не ставились. Рисунки имеют горизонтальную ориентацию, выполнены в зеленых, коричневых, оранжевых и серых тонах. Так, лицевая сторона 30 рублей имеет прямоугольник, состоящий из мелких волнистых узоров. Посередине крупная гелишизмная розетка с числом 30 по бокам, две такие же розетки, но меньшего размера. На 60 рублях мы видим также прямоугольник формы. В этом прямоугольнике по углам расположены также гелишизмные розетки с числами 60, повернутые под углом 45 градусов. Данные розетки между собой соединены узорами. Посередине находится большая вальная розетка с еще одним числом 60. Также общее мы видим на этих банкнотах это надписи сверху, наверху полукругом расчетный знак, ниже в три строки Российская СССР, Республика, далее крупным стилизованным шрифтом номинал здесь 60, здесь 30 рублей. Под ними строки обеспечиваются всем достоинством, достоянием Республики. Обеспечивается всем достоянием Республики. Внизу крупно указана серия и номер. В левой части надпись главный комиссар Народного банка, ниже подпись комиссар, а в правой части кассир и также подпись. Давайте рассмотрим оборотные стороны домов. Давайте сначала рассмотрим 60. Также мы видим прямоугольную форму, состоящую из мелких волонистых узоров. С левой и справа расположены цветные геляширные розетки с указанием номиналов, крупное число 60. Под ним полукругом слова рублей. Наверху и внизу розеток имеются розетки меньшего размера с числом 60. Посередине в большой фигурной рамке заброн гирб РСФСР раннего типа, щит, на нем серпы мол, по бокам пшеничные колоссии, внизу лента. Закусрочная надпись «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Внизу в картушке надпись «Три строки подделка расчетных знаков преследуется по закону». 30 рублей также имеет прямоугольную форму оборотная сторона, состоящая из мелких волонистых узоров. С левой и справа расположены цветные геляширные розетки поверх других розеток. В них указан номинал, крупное число 30. Под ним полукругом слова «рублей». Посередине в большой фигурной рамке изображен герб, также РСФСР раннего типа. Также имеется надпись «Пролетарий всех стран соединяйтесь». И также в картушке надпись «Три строки подделка расчетных знаков преследуется по закону». Давайте посмотрим варианты подписи кассиров. На данной банкноте можно увидеть подписи восьми кассиров. Это такие фамилии, как Ложкин, Стариков, Читов, Осипов, Демилов, Алексеев, Кальц, Барышев. На данной купюре мы видим подпись кассира «Барышев». Подпись народного комиссара финансов «Питаков». На расчетных знаках этого номинала встречается только серия «АА». Существует также редкий вариант с перевернутым реверсом. Выпускались данные расчетные знаки на первом московском, пензенском и уральском фабриковых знаках. Распознать место выпуска можно по цифрам «Московская фабрика» до 0,24, пенсенское – 0,53 по 0,65, уральское – 100 и до 125. Мой номер серии на разных экземплярах может повторяться. На расчетном знаке номиналом 60 рублей можно встретить фамилии кассиров. Их уже насчитывается 10. Это такие фамилии, как Ложкин, Старик, Титов, Осипов, Демила, Алексеев, Гольцов, Барышев, Евгений Гельман, Быков, Федулеев. На данной банкноте мы видим фамилию Демила, главный комиссар Народного банка. Также и таков. На расчетных знаках этого номинала встречается только серия А. Выпускались они также на тех же трех фабриках. Первая Московская, Бензенская и Уральская фабрики Кознаков. Их также можно распознать по номеру. Московская это до 0,20. Пензенская от 0,53 до 0,69. То есть данная банкнота выпускалась на Пензенской. Фабрики Кознака и Уральская это начинается от 100 до 129. Вот такие две банкноты мы сегодня с вами рассмотрели. Эта банкнота номинала 30-60 рублей 1519-х годов. За класс репост огромное спасибо. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...